В районе леса условия уже совсем не такие, как наверху. Снег не держит, приходится ползти. Своё временное прибежище ребята формируют в рельефной впадине. Здесь меньше ветра. В экстремальных условиях это главное. Когда ребята выбегали из палатки, ноги были легко одеты. А двое даже бежали босиком. В районе спуска начинается редкий выездняк. Это ещё не сам лес, но уже не голая гора. В потёмках здесь можно вполне легко заблудиться. Может быть поэтому среды то расходились, то снова сходились вместе. Что бы ни случилось во время этого спуска, но внизу группа уже была в крайне подавленном состоянии. Серьёзные ранения, участие ребят даже несовместимой жизнью, отсекают всякую возможность вернуться к палатке полным составом. Когда мы ставили вот этот эксперимент, правда у меня были свои какие-то цели, но общую цель как бы мы преследовали, ставили этот эксперимент, выбегали из палатки и всё шёл и думал, а что же, что же, ну что же случилось-то, почему полуголые люди, неужели они так испугались этой лавины и могли полтора километра бежать, но этого не может быть. Это, кстати, про лавинную версию. И вот это, что они чувствовали, когда они бежали? Отсутствие вестей от группы Дятлова вызвало тревогу. По маршруту туристов сразу были направлены несколько поисковых спасательных групп солдат и офицеров МВД, самолёты и вертолёты гражданской и военной авиации. Лишь через месяц обнаружили палатку, а в ней в целости и сохранности вещи, продукты и снаряжение. Из материалов уголовного дела. 26 февраля на восточном склоне вершины 1079 была обнаружена палатка группы со всем снаряжением и питанием. Палатка и всё то, что находилось в ней, хорошо сохранилось. Расположение и наличие предмета в палатке свидетельствовали о том, что палатка была оставлена внезапно, одновременно, всеми туристами. Причём подветренная сторона палатки, куда туристы располагались головами, оказалась разрезана изнутри, в двух местах, на участках, обеспечивающих свободный выход человека через эти разрезы. Ниже палатки, на протяжении 500 метров на снегу, обнаружились следы людей, идущих от палатки в долину и в лес. Их осмотр показал, что некоторые оставлены почти босой ногой, а другие – валенками. Особо отмечалось, ни в палатке, ни вблизи неё не было обнаружено следов борьбы и присутствия других людей. Единственные следы, которые мы здесь обнаружили, это следы ребят, когда они уходили из палатки. Вот те восемь пар следов параллельных, туда в сторону притоков речки Лозева, в сторону Кедра. Других следов мы тогда не обнаружили. Ну и второе место, которое мы обнаружили уже 27-го числа, это под Кедром, где находились двое погибших туристов, Даршенко и Золотарёв. Там тоже посторонних следов, по сути дела, в первый раз мы не зовём. То, что у нас, собственно говоря, и времени не было, разглядывается. Мы обнаружили костёр, обнаружили двух погибших, закрытых коричневым одеялом. По сути дела, и на этом мы ограничились. В этом месте исток Лозьбы не замерзает, что позволяет без особого труда продвигаться дальше в лес. Там больше сухостоя. Юрий Дорошенко и Юрий Кривонищенко первые, кого удалось обнаружить. Картина просто шокировала поисковиков. Трагедия разворачивалась в полутора километрах от палатки. Они были раздеты до нижнего белья. Вот он, тот самый Кедр. Стоит в железнодороженстве и ничего ему. Здесь поисково-спасательная бригада обнаружила два полуобнажённых мужских тела. Обмороженных и обожжённых одновременно. Согласно материалам дела, ребята пытались спастись, соорудив костёр. Легко одетыми, всё, что им оставалось, это поддерживать огонь. Костёр постоянно требовал новых дров. Но всё, что могли ребята, это подкладывать сухостой, который был рядом. Для того, чтобы разжечь костёр, и потом вроде бы всё, вот пожалуйста, костёр, ты выживешь. А на самом деле нет, наоборот, костёр их убил. Вот, по одной из версий, то, что, если так задуматься, и то, что мы разжигали этот костёр, да, действительно, горячо. Они руки туда вставали, пытались согреть, но костёр обжигал, а греть не грел. На самом Кедре были обнаружены кусочки кожи и мышечной ткани. Видимо, в порыве отчаяния кто-то из ребят ломал ветки самого Кедра и случайно сорвался. Этим можно было бы объяснить характер травм Дорошенко. Когда ты находишься более часа без обуви на снегу, то весьма неприятно сделать любой шаг. Ноги заново опустить в снег, это, конечно, это очень, очень, это и больно, я так думаю. Вот. Ну и гораздо, я думаю, приятнее было всё-таки подняться, не приятнее, а легче подняться по дереву, так как ноги в тепле, хоть на воздухе, но не в снегу же. Вот. И сверху ломать, наверху, вот на Кедре, с Кедра ломать сучья сухие. Вот. Я думаю, вот это такая более правильная, с логической точки зрения, мысль. В условиях сильных морозов оставаться в лесу без тёплой одежды долго нельзя, поэтому Диагл принимает решение разделить группу на две части и сам продвигается в сторону палатки. Однако дорога назад оказывается крайне нелёгкой, нас не выдерживает, а глубина снега здесь может достигать двух метров. Дятлов пытается ползти, ползти и полностью зарывается снег. До ползти до спасительной палатки никому не удастся. Тела троих будут обнаружены замёрзшими на обратном пути между Кедром и палаткой. В трёхстах метрах от Кедра, вверх по склону и в направлении палатки лежало тело Игоря Дятлова. В 180 метрах от него, выше по склону, нашли труп Рустема Слободина. А в 150 метрах от Слободина, ещё выше Зины Калмогоровой. На трупах не было следов насилия. Все люди погибли от переохлаждения. У Слободина была черепно-мозговая травма, которая могла сопровождаться неоднократной потерей сознания. Они застыли, будто в движении. Время выживания состоит из двух этапов. Первое, это сколько времени человек может заставить себя двигаться с тепловыделениями, покрывающими эти потери. Здесь уже вещи индивидуальные. И второе, как только они попадают в эту стадию, в закритическую стадию, когда у вас теплопотери явно превышают теплопродукцию, и когда у вас температура ректальная, то есть внутренняя область не начинает падать, значит, время там, ну, от температуры, конечно, зависит от внешней, ну, от ветра там, от прочих теплопотерей. Ну, трудно тут сказать точные цифры, скажем, от двух до четырёх часов, ну, может быть, чуть больше. Вот, то есть, реально, если этот весь процесс начался где-то в районе 12 ночи, то где-то часов до 8 утра они ещё с определённой степенью вероятностью могли прожить. Хотя у них был момент, когда, у двоих хотя бы, когда они могли обеспечить себе, в общем-то, возможность выживания, но я не знаю, в каком состоянии они пришли. Уже в мае, в 75 метрах от костра, под 4-х метровым слоем снега, в русле уже начавшего таять ручья, обнаружат ещё 4 трупа. Людмилы Дубининой, Александра Золотарёва, Николая Тиба-Бриньоля и Александра Колеватова. У троих тяжёлые травмы, у Дубининой и Золотарёва были переломы рёбер, у Тиба-Бриньоля тяжёлая черепно-мозговая травма. У Колеватова каких-либо серьёзных травм не было, кроме повреждения на голове, нанесённого лавинным зондом, с помощью которого искали тела. Следствие обратило внимание и на то, что у Людмилы Дубининой полностью отсутствовал язык. Тяжело раненых ребят пока укладывают здесь. В срочном порядке готовят настил. Однако инструментов под рукой нет, поэтому пилят ножом и ломают руками. На работу на всё про всё уходит около часа. На аварийные работы рядом с местом настила и спустя 50 лет указывают найденные нами следы. Эти деревья, явно выпиленные ножом, сегодня трагическое напоминание о той страшной ночи на Северном Урале. Здесь так живет холодом и жутью, как и 50 лет назад. Мы знаем, что криминал. Мы знаем, что наши ребята там не могут замёрзнуть в таких условиях. Точно в таких же условиях в то же время была группа вообще беспалатки. Им это не страшно, ни погода, ничего. Но травма. Но травма. И потом отсутствующий язык. У Людмилы Дубиной язык полостерта отсутствует. Что его? Птицы склевали, что ли? Тогда бы криминалист сразу сказал, что там погрызы. А он сразу бы зацепился за это. Отсутствует. Честь и хвала ему за то, что он честно написал.